Девушки отдыхают Девушки отдыхают При приобретении квартиры Были использованы деньги Которые она Продала свое наследство Ответчик обиделся Он со скандалом ушел Из зала суда и из квартиры Ваша честь Через некоторое время Он вселяет в свою комнату Родственников своих Своих родственников Как он назвал Семью таджиков из пяти человек Женщина стала бороться С этим заселением Но участковый не пошел ей на встречу Эта семья Ваша честь Работает в палатке Где готовят куры-гриль И значит В их работу входит Обязанность Забивание кур Потом ощепление Мертвых птиц Потом потрошение Потом омывание в ванной В каком-то растворе Чтобы они долго хранились И через три месяца Приезжает хозяйка В свою квартиру Она свою квартиру не узнает На кухне перья На потолке жирные пятна В места общего хождения Там это как При вокзале Это как при вокзале стало Ваша честь Вот Комиссия администрации Мы с комиссией администрации Все это зафиксировали Плюс Жалобы соседей О том, что шум постоянно в квартире Специфические какие-то запахи идут Два раза они затапали Нижний этаж Правда, виновники потом сделали Ремонт им бесплатно Но ввиду того Как что Нецелезовое использование Вот этого помещения Я как представитель администрации Считаю, что Возможно Поднять вопрос О лишении Ответчика Прав Собственной доли На данной квартире Да, естественно Ну вот тогда у нас возникает Достаточно сложный вопрос Да, каждый обязан Использовать Помещение По назначению Но ответчик является Собственником Даже если с вами Согласиться И прекратить Право собственности Ответчика Это не значит Что у нас Бывшая супруга Ответчика Станет собственником Этой одной доли Это между собой Не связанные процессы Это означает Что квартиру Могут выставить На торги И вам придется Участвовать В выкупе этой доли Ну я готова Поучаствовать В выкупе этой доли Я предлагала ему Выкупить долю Он не согласился Нет, ну естественно Не согласился Потому что что я могу Купить за эти деньги За треть квартиры Так, хорошо Пожалуйста, ответчик Я вас слушаю Ну, Ваша честь Я просто никак не могу Категорически не согласен Вы не согласны Не согласны Потому что он нарушает Основное право Ваше право нарушает Скажите, пожалуйста А право на жилье Вы обязаны Соблюдать чужие права Ну, безусловно Скажите, пожалуйста Как вы понимаете Норму закону Следующего содержания Что собственники Имеющие право собственности В общей долевой собственности Пока все понятно В праве владеть Пользоваться И распоряжаться Причитающимися им долям При этом Распоряжение Своей доли Должно происходить Только по согласованию Другого собственника Да, это понятно Нет, а что вам понятно Нет, но я считал Что я имею право Подселить Нет Или мои родственники Могут проживать Нет, ответ А с чего вы так решили Ну, мне казалось Что родня Может проживать На площади Собственника Нет, какая родня Даже без согласования Нет Нет, нет такого Нет исключения Из этого правила Ваша честь Но моя жена Там постоянно присутствовала Ответчик Была в курсе Всего происходящего И намеренно Не ставила меня Ответчик Вы слышали Что я вам сказала Да Дайте мне Письменное Согласие Второго Собственника На то Она дает разрешение Что в указанной квартире Будут проживать Ваши родственники Где согласие Ваша честь Дело в том Что он убедил Всех участковых И я уж не знаю Каким образом Что типа того Он не сдаёт в аренду А просто приглашает В гости Своих родственников А какая разница Вот я не знаю Как ему это удалось Я говорю Ответчик Даже приглашение В гости Когда люди приезжают Начинают проживать В этой квартире Да Ваша честь Но в настоящее время Все основания Для иска Ликвидированы Потому что Мой родственник Дядя Сейчас там уже Не проживает И я со своей стороны Готов ликвидировать Все недостатки И сделать ремонт Заменить сантехнику Мы с дядей Готовы это сделать Да Причём Он собирается Не мог делать Сантехники Сейчас уже Никаких претензий Быть не может А я тут При чём тут Они мне поганили Квартира Это свободно Амалия Ну о чём О чём ты говоришь Ты будешь делать ремонт Вместе со мной Правильно Ты мне как сказала У тебя одна треть У меня две трети То есть они мне Испоганили квартиру В ванной Находиться нельзя В кухне нельзя Квартира превратилась В курятник Жалобы А я должна делать ремонт А вы собираетесь Ремонтировать Только одну треть Да Да Почему Дело в том Что по закону Мне принадлежит Одна треть Хотя в своё время Я вложил в эту квартиру Достаточно И в ремонт Ответчик Ответчик У вас уже раздел Квартира Произошёл Это не ко мне Я просто по чекам Не смог доказать А моя доля Там гораздо больше Ответчик Не ко мне Каждый в суде Представляет Те доказательства На которые Страна ссылается Поэтому давайте Мы не будем Сейчас к этому Возвращаться Да Безусловно Каждый Каждый собственник Обязан Участвовать В расходах Уплате налогов Погашение коммунальных платежей Проведение текущего капитального ремонта Пропорционально своей доле Я согласна Да Но дело в том Что это ваши родственники Привели квартиру В То состояние В которое привели И следовательно Поскольку это ваши родственники Вы обязаны Нести ответственность За действия третьих лиц И следовательно В полном объёме Возместить ущерб И провести ремонт Ваша честь Дело в том Что когда я говорила Участковый Участковый Это суд Участковый Участковый Вы с участковым Понимаете Мы будем в погонах Он сказал Они имеют право прожить Я верю Простите пожалуйста Тогда я могу сделать вывес Что вы с участковым Разговаривали на одном языке Язык называется Незнание Только он обязан Это знать Подолгу Службой Нет Нет Он в силу Занимаемой должности Не обязан знать Таких тонкостей У него даже образования Для этого нет Определённого Ну прочитали бы Вместе закон Ну вот мы же явились Наконец в суд С представителем Да нет Причём тут это Ну почему все должны За вас решать Ваши проблемы Скажите пожалуйста Ну вот у нас бывают Такие участкованные Не очень грамотные Образованные Понимаете в чём дело Ну вы взяли Гражданский кодекс Жилищный кодекс Охлавление Там всё нашли Не читайте всё Ну хотя бы какую-то Статью нашли Там чётко Совершенно написано Что когда нарушаются Ваши жилищные права Без васового разрешения Происходит распоряжение Квартиры Находящиеся В общедалевой собственности Вы вправе Защищать свои права Свои интересы В суде Идёте На приём к судье Если слов не знаете Вам скажут Называется Исковое заявление Прошу суд Не надо же Какие-то Сверхъестественные вещи Писать Прошу суд Выселить Проживающие В квартире Находящиеся В общедалевой собственности Родственников Таких-то Таких-то Поскольку Моего письменного согласия На пользование Указанной квартиры Вторым сособственником Получено Не было Понятно Спасибо большое Но дело в том Что у моего мужа Как оказалось Масса родственников По всему миру Вот скажу У тебя есть родственники В Африке? То есть он мне давал понять Что вот этих Специально Вы меня не услышали Ну я не знаю Вы меня Я услышала Вы 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 Я же не могу всю жизнь Ходить по судам Это заявление Сутиста Ну а во что Моя жизнь превратится Нет тогда Знаете Давайте так Вот вы выбирайте Либо ходить по судам Либо иметь кур без головы Вот что-то одно Я выбрала то Чтобы выписать Моего мужа из квартиры Выписать невозможного Я готова выкупить его долю Выкупить его долю Я нормально жить Ему я заплачу деньги За его долю Это другой Он же там не живет Это другой иск Понимаете в чем дело Другой иск Когда стороны не могут Между собой найти Определенного рода компромисс Тогда возникает суд И тогда человек Принимает для себя решение Либо он идет Правильным цивилизованным путем И обращается в суд За защиту своих интересов Либо он слушает участкового Либо считает Что за него Должна этот вопрос Решать администрация Либо после этого Вы мне рассказываете Про родственников В Африке Про то пусть выкупит Не выкупит Понимаете в чем дело Решите сами Для себя То есть моя задача Каждый раз Как только он подсилит Неочередную партию Своих родственников Обращаться в суд Вот так вот И каждый раз ходить в суд Он мне подсилил Я поскакала Нет, почему Нет, почему Еще раз Это право выбора Дело не в этом Дело в том, что вы можете Совершенно спокойно Прийти в выделение Внутренних дел Написать заявление Официальное Что я Согласие На проживание В квартире Принадлежащее На правах Общей долевой собственности Как посторонних лиц Так и родственных Ответчика Не даю А вот этого я тоже Не знала Так, у вас свидетель Да, у меня есть свидетель Мой дядя Который сейчас нам расскажет Как он замечательно Поддерживал Гигиену И санитарию В квартире И как он готов Мы готовы с ним вместе Сделать какой угодно ремонт Он готов это подтвердить Ну, а Хорошо Ну, а если бы он не подтвердил Что он готов сделать ремонт Вам все равно бы его пришлось сделать Ну, понятно Да Пригласите, пожалуйста За свидетеля-ответчика Свидетеля-ответчика Пройдите Ваша честь Добрый день Это вам Я вас умоляю Это грильз Самый хороший грильз В Москве Вы знаете Я вас прошу Вот после того Что мне здесь рассказали Лучше вы их унесите Пожалуйста Судебный пристав Вы унесите Ваша честь Меня зовут Хаджаев Саид Ильясович Ну, я как бы сказать То ли не виноват Просто жалею Что моего брата Немножко подвел Подставил Сейчас из-за него Вот сыр-бор Мы вот сколько готовили Вот на даче Вот Амелия сама знает Сколько мы готовили Простите, Паша Простите, пожалуйста Пожалуйста Скажите Вы понимаете Что квартиры Вот квартиры Да В многоквартирном доме В таунхаусах В отдельных частных домах Например Да Что квартиры Они для проживания А вот для занятия Предпринимательской деятельностью Нужно арендовать Нежилые помещения Там, где люди не живут Понимаете? Я понимаю Ну, так вышло Говорю же Мы пару раз Мы ей отдавали Когда она была на даче И она никогда не была не против Чтобы мы ее на даче Отвозили Вы мне за свет Не доплатили Я взяла курами Чем вы взяли? Курами Гриф А что мне делать? Я вынуждена Они готовят Нет, ну тогда что делать? Не рассказывать такие страсти здесь Самой есть кур А при этом рассказывать эти страсти Я рабочих Я сама их не ела Просто не хочу разрушать семью Если надо будет Мы ремонт обязательно произведем Нет, не если Вам придется делать ремонт Мы поможем Мы поможем Сколько можем Обязательно этот ремонт сделаем Но я не хочу, чтобы они распадались Да при чем-то они уже давным-давно Разошлись Да, распадались Ну да Квартиру, что не отнимали у него А то бомжом же будет Будет, да Бомжом же будет Бомжом Да А что делать? В квартире надо жить А не заниматься ощипыванием кур Вот это я точно Человек останется на улице А? Человек на улице останется Как будет? Ну так Ну человек, когда Так сказать Понимал Что он вас приглашает А вы будете заниматься Предпринимательской деятельностью Человек должен был отдавать отчет Чем это может закончиться Он в акте обследования Указано Составленного администрации Что там В этой квартире Ну мы больше говорили же Мы все сделаем Обязательно Мы все ликвидируем Они уже не живут Ремонт сделаем Да он за полгода Ни раз даже в эту квартиру Мы сделаем Ремонт Суд удаляется Для принятия решений Прошу всех встать А теперь вернемся в зал суда Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслужив Исковые требования Са представителя Местной администрации Возражение ответчика По заявленным исковым требованиям Опросив третье лицо А также опросив Свидетельца Со стороны ответчика Рассмотрев все представленные документы В иске о прекращении Права собственности Ответчика На одну третью доли Квартиры И продажи данной доли С публичных торгов Считает необходимым отказать Суд не удовлетворяет Заявленные исковые требования Потому что суд может принять решение Ответчик внимательно Меня пожалуйста послушайте Суд может принять решение О продаже с публичных торгов Доли ответчика Только в том случае Если собственник После предупреждения Продолжает нарушать права И интересы соседей Или использовать жилое помещение Не по назначению Либо без уважительных причин Не произведет необходимый ремонт В данном случае Ответчик не предупреждался Местной администрации А именно местным органам самоуправления О необходимости устранить нарушения Ответчику не назначался Соразмерный срок Для ремонта помещения И для устранения всех недостатков Поэтому при данных обстоятельствах У суда нет оснований Для удовлетворения Вашего иска То есть у нас с вами 293-я статья Гражданского кодекса Она четко предусматривает Как бы последовательность действий То есть если Как у нас говорит ответчик Идет нарушение Основополагающего Права закрепленного Конституции Права на жилище То есть действие Ответчика нарушает Права третьих лиц Которые являются Собственниками В этом квартире А именно действие Ответчика нарушает Их право на жилище То вы как орган Администрации Сначала Создаете комиссию По заявлению Приходите Составляете акт И выносите В адрес ответчика Предупреждение Указываете В ходе Осмотра Было выявлено Устанавливая Вам соразмерный срок Я имею в виду 2-3 полгода Для устранения недостатков Прекращение нарушения Жилищных прав Другого сособственника Немедленного Выселения Из квартиры Вы понимаете Вот эта бумажка Это называется Предупреждение Вот если у нас С вами Собственник После получения Этого предупреждения Не прекращает Нарушение Которое им Допускается При использовании Своей собственности Вот тогда Абсолютно правильно Вы приходите С этими исковыми Заявлениями Суд смотрит Что он предупреждался Что ничего Не исправлено Что нарушение Продолжается И выносится решение О прекращении Права собственности И продажи С публичных торгов Понятно, да? А вам, ответчик, понятно? Да Понятно Про участкового Тоже все поняли? Хорошо Истинцы, ответчик Суд огласил Своё решение Дело закрыто Решение суда В иске отказать Про участкового Мы разберёмся И будем следить За этим собственником Чтобы не подселил К бедной женщине Ещё дорогих квартирантов Я настаиваю Чтобы муж Мне продал Эту долю По-моему Абсурдно Требовать выгнать Человека на улицу Только из-за каких-то Пятен на кухне Ещё один такой иск И я просто Подарю эту квартиру Своим родственникам Из Таджикистана И пусть тогда Моя бывшая Попробует Хоть чего-нибудь Тут сделать Продолжение следует...